В середине февраля 2017-го новый дом по улице Пионерска открыл свои двери для жильцов. Однако радость от новоселья была недолгой. Недоделки вскрывались одна за другой. Основной проблемой в десятиэтажном доме стал неработающий лифт. Тревогу забили молодые мамы. Прогулки с детьми стали для них настоящей проверкой на прочность. Спускать и поднимать детскую коляску по лестничным пролетам занятие малоприятное. В этом Лилия Рафикова убедилась на собственном опыте. Через несколько месяцев она станет мамой во второй раз. Причем сразу двух малышей. И перспектива взбираться с ними пешком на десятый этаж совсем не кажется радужной. Мы обращались в Вишевскую администрацию, в городскую администрацию, в прокуратуру заявляли. Везде был ответ, что что-то будет делаться. Но все безрезультатно. Ничего, никаких действий нет. Как дом, где отсутствуют коммуникации, не подключен газ, не отсыпана придомовая территория, был введен в эксплуатацию. Департаментом архитектуры и градостроительства Ульяновской области до сих пор остается непонятно. Это жители приняли как факт. И год назад доверились словам застройщика, что все недочеты будут устранены в ближайшее время. Мусоропровод не работает, водостойки не работают, слив не работает. Везде все одни недостатки. Крыша у нас дырявая, как выяснилось. Кровля сама. Сверху все течет. Попадает вода в квартиру. Мы это выяснили. Нет отмазки дома. Первые сдвиги в решении обширного списка проблем произошли после обращения жителей в общественную палату. Прошли весь этот дом. Я еще оттуда фотографии привозил, показывал. Вообще, как так можно строить? Там лестница, она ослеплена, как будто из кусков грязи, вот с такими дырами. Это новый дом. Посмотрите, на Гончарова дома после военной постройки, они выглядят внутри гораздо лучше, чем новый дом, который построен там. Я уверен, что через 2-3 недели там поедут лифты, и к лету в этом доме будет все в порядке. Только благодаря вмешательству общественников в доме удалось запустить третью котельную. И вот сейчас, весной, лед тронулся и в диалоге с управляющей компанией. Сейчас вот мы как бы решили вопрос с лифтами. Там было вот... Сейчас заключили договор с лифт-сервисом на обслуживание. Сейчас мы устанавливаем как бы здесь приборы. Ну, то бишь, наша компания, мы как бы вкладываем деньги сейчас свои. Потом как бы, ну, соответственно, администрация нам тоже помогает в этом деле. Там уже какие-то льготы у нас будут. Нам самое главное, чтобы жители получили все свои удобства, которые они должны были получить. О запуске лифтов до конца марта говорят и в администрации Ульяновского района. Здесь же заверили, что положительное решение данного вопроса находится на контроле у руководства области. В данный момент администрация района в рамках имеющихся полномочий оказывает прежде всего административную поддержку как жителям данного дома, так и управляющей компанией, что обслуживает на квартирный дом. Есть нерешенные вопросы по системам инфраструктуры дома. Мы в рабочем порядке все приводим в нормативное состояние. Самое основное условие при реализации поставленной задачи – это обеспечение благоприятного и безопасного проживания жителей.